Всем привет, дорогие друзья! Хотел бы рассказать вам о своем новом проекте на Ардуино. Это пинпоинтер. Это у нас черный металл, цветной. Пинпоинтер используется для ускорения поиска и локализации маленьких металлических предметов. То есть такая самоделка очень полезна тем, кто занимается копом. Люди, которые нормально занимаются копом, они с собой берут не только обычный металлоискатель с дискриминацией, а еще и берут вот такой прибор, который называется пинпоинтер. Есть и заводские пинпоинтеры, но у меня возникла идея собрать его своими руками на Ардуино. Расскажу, для чего он нужен. Вот, например, мы раскопали ямку, да, выкопали лопатой ямку. У нас есть клочок земли, и в этом клочке земли находится, например, вот такая монетка. И чтобы мы каждую кучку рукой не перебирали, мы просто берем пинпоинтер, тыкаем в землю и находим, где именно находится эта монетка. И уже в том месте берем клочок земли и перебираем. Как бы так мы ускоряем поиск монет в земле. Пинпоинтеры, которые продаются в интернете заводские, они стоят довольно неплохих денег. И чтобы не покупать такие дорогостоящие пинпоинтеры, можно их сделать своими руками. Расскажу, какие компоненты здесь используются. Конечно, главным элементом служит здесь сама Ардуино, то есть наши мозги. Далее идет у нас генератор, также идет бузер, который издает звуковой сигнал и кнопочка тактовая. Для того, чтобы собрать пинпоинтер, нам нужно собрать какой-либо генератор, например, на транзисторах, либо, как я собрал на микросхемах, NE555. Что и вам советую, это намного легче. Далее мотается катушка на ферритовом сердечнике. В Ардуино заливается скетч частотомера, который уже измеряет частоту вот этой катушки. Этот пинпоинтер у меня будет с дискриминацией металлов, то есть он будет понимать, где цветной металл, а где чермет. Если частота катушки повышается, то у нас звучит высокий сигнал, то есть это у нас цветной металл. Если частота катушки понижается, то у нас звенит низкий сигнал, то есть это черный металл. Кнопка служит здесь для того, чтобы стабилизировать работу этого устройства. Пока металла вокруг катушки нет, у нас одна частота и Ардуино у нас молчит. Когда частота катушки увеличивается или понижается, то у нас издает звуковой сигнал уже бузер. Скетч заливается в Ардуино. Этот скетч я приложу в описании к этому видео, если кто-то из вас захочет такую фигню собрать. Вот так я собрал сам генератор на маленьком куске макетной платы. Здесь у меня находится микросхема NE555, три конденсатора и резистор. Очень простая схема. Также я намотал катушку на ферритовом сердечнике, вот таком вот маленьком, где-то в районе 500 витков проводом 0,2 мм. Сделать катушку для генератора очень просто. Вот у меня есть ферритовый сердечник от какого-то радиоприемника старого, используется в антеннах, и провод 0,2 мм. Можно также использовать провод 0,3 мм или 0,4 мм. В принципе, роли большой не играет. Тут роль играет именно количество витков и как вы именно намотаете эту катушку. Просто берете проволокой, обматываете виток к витку поверх сердечника. Если у вас здесь поместилось примерно 200 витков, просто мотаете сверху небольшой слой скотча и мотаете еще одну катушку сверху. То есть, в общем числе у вас должно получиться примерно 400-500 витков. С этим нужно экспериментировать. Также можно намотать вот такую катушку, например, на сердечнике от дросселя. Очень хорошо подходит для этого и очень удобно мотать. Также я пробовал использовать и вот такую большую катушку, где проволока намотана просто на обум, а не виток к витку. И в принципе она тоже очень хорошо работает. Даже можно сказать одинаково, как и эта. Так что с обмотками и количеством витков просто нужно экспериментировать. Саму ардуино я буду питать от 5 вольт, но лучше питать, конечно, от большего напряжения. Так как таймеры работают от 4,5 вольт, а это почти минимум. Но все-таки от 5 вольт схема работает в принципе нормально. Если вы не знаете, что подарить вашим детям, то вот два интересных товара. Например, вот такой IT-смарт-робот, у которого есть голосовое управление, запись звука и прочие интересные штуки. Эй ты, ты кто такой вообще, а? Для роботов нет у меня бертва. Также есть вот такой маленький динозавр, робот-трансформер, который может складываться в форму кубика и также раскладываться обратно в динозавра. Если кому интересно, ссылка на эти товары в описании. Так как эта схема пинпоинтера будет у меня питаться от 5 вольт, в принципе, можно запитать ее и от обычного пауэрбанка через штатный разъем нашей Ардуино. Вставляем, например, кабель вот сюда и вставляем USB-штейкер в наш пауэрбанк. И в принципе, можно это все запитывать. Но я решил сделать все намного проще. Использовать вот такой преобразователь напряжения. То есть, мы можем сюда подключить литий-ионный аккумулятор на 3,7 вольта. И на выходе получим стабильное 5 вольт. В принципе, это даже лучше, чем использовать пауэрбанк. Изначально с кнопкой стабилизации были небольшие проблемы, так как были ложные срабатывания. Поэтому я взял вот такой резистор на 15 кОм и просто его зашунтировал на минус питание. И эти ложные срабатывания просто пропали и теперь кнопка работает стабильно. Подключу все это дело к пауэрбанку. Ничего страшного в этом не будет. Слышим, у нас раздался звуковой сигнал. Вот такой низкий. Это то есть нужно стабилизировать работу этого устройства. Нажимаем на клавишу стабилизации. Нажали на клавишу и слышим, что звук у нас пропал. И теперь устройство готово к работе. Подносим какой-то металлический предмет. Например, вот такую гривну украинскую. Подносим и слышим у нас высокий звуковой сигнал. А, вот у нас пинпоинтер отключился, потому что отключился пауэрбанк. Так как у нас потребление тока устройства довольно маленькое, пауэрбанк Xiaomi отключается. Так что я решил использовать все-таки преобразователь и аккумулятор 18650. Проверим это устройство не только на дальность обнаружения металлических предметов, но еще на то, как работает дискриминация, то есть разделение металлов. Ну что ж, приступим. Вот у меня есть вот такая медная монетка и есть наш пятачок украинский. Это у нас цветной металл, это у нас чермет. Подносим медную монетку и смотрим. Вот у нас стабильно на расстоянии в 3 сантиметра пинпоинтер уже видит эту цель. Берем гривну украинскую и посмотрим, сколько она. Также 3 сантиметра, также цветной металл. Но теперь посмотрим. Например, возьмем наш украинский пятачок. Ну здесь, конечно, уже меньше, где-то полтора сантиметра берет, потому что это такая монетка. Ну вообще на чермет всегда немного хуже, чем на цветной металл. Это у нас черный металл. Цветной. Так, попробуем теперь наши украинские 10 копеек. Стабильно 2 сантиметра. Также, если я возьму вот такой кусочек феррита, на котором я намотал такую же катушку, посмотрим, как будет реагировать на него. Низкий сигнал, то есть наш пинпоинтер думает, что это черный металл. Посмотрим, как со стороны. Здесь уже дальность обнаружения больше, как видим. Потому что плоскость у нас уже большая. Так, еще раз пробуем медную монетку. Высокий сигнал, то есть это у нас цветной металл. Пробуем чермет. Монетка. Это устройство может обнаружить монетку и на большем расстоянии. Все зависит от того, как вы намотаете катушку и как настроите. И так как в Ардуино у нас в скетче вписана автоподстройка, то дальность немного урезается. Но это в скетче можно удалить, то есть удалить автоподстройку. Тогда автоподстраиваться вам нужно будет с помощью клавиши постоянно. Но дальность обнаружения будет уже намного больше, там сантиметров 6-5. Еще раз покажу вам, как это все включается с нуля. Подаем питание на преобразователь. У нас раздался звуковой сигнал низкой частоты. То есть нам нужно стабилизировать работу нашего устройства. Для этого нажимаем на клавишу стабилизации. Так, нажали. Сигнал у нас пропал. То есть устройство готово к работе. Подносим металлический предмет. Наше устройство работает и определяет, что это у нас чермет. То есть черный металл. Дискриминация работает просто прекрасно. Разделяет металлы и определяет, что это у нас цветной металл. И звучит высокий звуковой сигнал. Здесь у меня используется пассивный бузер, но также можно использовать и активный бузер. Но пассивный я использовал по одной причине. Потому что здесь у меня есть дискриминация металлов. То есть разделение металлов. И нужно, чтобы наш бузер звучал с разной частотой. То есть с разным звуком. При черном металле у нас одна частота идет на бузер низкого сигнала. При цветном металле уже другая частота высокого сигнала идет на бузер. Также в интернете я нашел вот такую 3D-модель корпуса Pinpointer Agnom и распечатал. Вот такая 3D-модель получилась. Здесь на корпусе имеется вот такая вот крышка, которая откручивается. Ну что ж, вот я вмонтировал катушку с генератором в корпус Pinpointer, а также здесь разместилась Ардуино и выходят от нее проводки на самопитание. 3,5 см стабильно. Также здесь определяет. Звучит у нас высокий звуковой сигнал, то есть определяет, что это у нас цветной металл. Попробуем что-нибудь из черного металла, например, вот такой вот кусочек ферритового стержня. И звучит у нас низкий сигнал, то есть это у нас чермет. Так, со стороны. Гривна украинская. 3 см стабильно. Конечно, можно в скетче еще немного поколдовать, тогда дальность обнаружения металлических предметов, монеток будет намного больше. Так что, если вам это интересно, то ссылку на скетч я оставлю в описании. Как вы сами видите, нету смысла покупать дорогостоящий Pinpointer. Его можно собрать своими руками, например, на Ардуино. Этот Pinpointer состоит всего из нескольких деталей, генератора частоты, катушки, также самой Ардуино, бузера и кнопки. И этот самодельный Pinpointer будет работать, я вам скажу, не хуже, чем заводские. Главное его правильно собрать и настроить. А стоимость такого самодельного Pinpointer будет в разы меньше, чем заводского. Так что, ссылка на схему и на скетч для Ардуино будет в описании к этому видео. Переходите по ссылке, скачивайте и собирайте такой Pinpointer. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, пишите свои комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И приводите обязательно своих друзей. И с вами канал DIY Energy. Всем спасибо за просмотр, всем пока!